В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у торгового центра Премьер. И вот некоторые темы этого выпуска. Невидимый убийца. Подрезанью насмерть отравились угарным газом четверо рабочих. Самый вежливый день в году. В мире отмечают День слова спасибо. И главный экспонат на выставке Ван Гога. Репродукции художника можно увидеть в Музее молодежного движения. Ежегодно в России 9% всех отравлений приходится на угарный газ. Не случайно его называют тихим убийцей. 2 января в Ряжском районе погибла женщина с малолетними детьми. 11 января трагедия повторилась. Там же погибли 4 человека. Подробности у Валерия Седова. 4 человека погибли от отравления угарным газом. 5-й был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Трагедия произошла в селе Шереметьево Ряжского района. Мужчины – граждане Республики Узбекистан. Были официально трудоустроены и прописаны в селе. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Ими устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также точная причина смерти погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно причиной происшествия газовые службы называют неисправность оборудования и закрытый шибер. Это заслонка на дымоходе печи. Когда он закрыт, угарный газ идет не на улицу, а в помещение. Специалисты утверждают, что в таком случае человек умирает за считанные минуты. Если вы почувствуете в первую очередь какие-то симптомы, это соответственно обеспечить проветривание помещения, выйти на улицу и вызвать специалистов в газовую службу. Отключить, конечно, приборы и не пользоваться. Симптомы отравления угарным газом зависят от степени тяжести. Слабость, головные боли, головокружение, тошнота – первое, на что стоит обратить внимание. Это признаки слабой и средней степеней отравления угарным газом. Если ощущается нечто подобное, то необходимо немедленно принять меры. В худшем случае симптомами будет паралич, потеря сознания и судороги. Помогать пострадавшим необходимо оперативно. Первым делом нужно вынести человека на свежий воздух, позвонить в скорую медицинскую помощь 03 и газовую службу 04. В загазованное помещение лучше не входить. Чаще всего проблема появления угарного газа связана с неисправностью использования оборудования. Неисправные вытяжки, воздуховоды, использование самодельных отопительных приборов, становится причиной смертельного отравления. К сожалению, статистика последних дней показывает, что от подобной ситуации не застрахован никто. Газ удобен, но при этом не стоит ослаблять свою бдительность в бытовом пользовании, потому что сами жители – это непосредственно те люди, которые пользуются этим газоспользованием и отвечают за его исправное работоспособное состояние. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться, но это, по словам экспертов, лишь мера профилактики. Следить за эксплуатацией должен сам житель дома. Валерий Седов, Роман Вихров, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Из Рязанской области выдворили шесть мигрантов – граждан Узбекистана, Азербайджана и Украины. В отношении мужчин судами Рязанской области были вынесены постановления о назначении наказания в виде административного выдворения в форме принудительного перемещения через государственную границу России. Мигрантов-нарушителей доставили в международный аэропорт Домодедово и авиатранспортом отправили в страну гражданской принадлежности. Полицейские пресекли попытку организации сети бесконтактного распространения наркотиков в городе Ряжске. Злоумышленник пытался организовать в Ряжске розничный сбыт синтетических наркотиков. У него изъяли около 300 граммов вещества. Полицейские выявили интернет-активность, характерную для организации сети бесконтактного распространения наркотических средств с помощью тайников-закладок. Дилера поймали на месте преступления сразу после того, как он оставил закладку самодельного контейнера с прыжкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнере хранилось полграмма сильнодействующего синтетического наркотика. Во время расследования была проанализирована электронная переписка злоумышленника и выяснилось, что в соседнем районе, в тайнике в поле у деревни Военюково, заложена крупная партия наркотиков. Таким образом, сообщники злоумышленника передавали ему оптовую партию наркотических средств для дальнейшего распространения. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в нем содержалось 248 граммов синтетического наркотического средства. Жильцы дома номер 105 по улице Островского в нашу телекомпанию обратились в декабре прошлого года с жалобами на затопленный подвал. Представители управляющей компании этого дома убедили, что в ближайшее время ситуация будет разрешена. Однако коммунальные службы города причину не нашли до сих пор, а вода в подвале уже принесла первые трещины стенам дома. На момент обращения жильцов дома номер 105А по улице Островского в нашу телекомпанию, подвал, а также нежилые цокольные помещения были затоплены сточными водами уже на протяжении двух месяцев. Неприятный запах, грибок на стенах и крысы в подъезде. Таковы были последствия двухмесячного потопа, которые коммунальные службы города оказались не в силах устранить. В тот день, когда нашей телекомпанией производилась съемка, директор управляющей компанией «Городская роща-1» по телефону пояснил, что в ближайшие дни проблема будет решена. РМПТС с водоканалом совместно будут скрывать асфальт, копать перед входом со стороны Островского. То есть 99% из 100, что именно повреждения и пересечения трасс водоканала и РМПТС. Все на ушах не только сегодня, но и вчера, и позавчера, с той пятницы, с вчера на пятницу. Значит, сейчас все дело рассматривалось на всех уровнях. То есть, я думаю, что в эти дни ближайшие наконец все это дело произойдет. Причину не нашли до сих пор. По словам жильцов дома, а также арендаторов нежилых помещений, никто особо и не пытался этого сделать. Ничего не копали, никаких повреждений не устраняли. 25 числа сотрудники водоканала произвели перекачку канализационных стоков из одного коллектора в другой. Где-то в течение нескольких часов они перекачивали. Порядка полдня где-то было на это потрачено. Более никаких работ не проводилось. Управляющая компания, которая должна была провести гидроизоляцию фундамента, откачку воды из нашего подвала и жилых помещений, присылала сюда бочку для откачки. Бочка, когда приехала для того, чтобы откачать канализационные стоки с нежилых помещений, отстояла здесь где-то в течение получаса, развернулась и уехала. Причина отъезда такая, что некуда бочке сливать канализационные стоки, потому что колодцы заполнили. Владельцы нежилых помещений производили откачку самостоятельно. Мы вновь обратились в управляющую компанию, обслуживающую этот дом. Там нам в очередной раз заявили, коммуникации дома в исправном состоянии, а значит, к управляющей компании вопросов быть не должно. Со стороны водоканала, РМПТС в том числе, им было дано, как сказать, не предписание, а уведомление прокуратуры найти все-таки причину и ее устранить. То ли это было связано с талыми водами, когда было массовое потепление, а значит, всех, как говорится, сошлись на том, что именно причина вот эти талые воды, то есть они проникали в канализационный коллектор, коллектор канализационный водоканальский, он был под напором, постоянно под подпором. В данный момент канализация работает исправно, подвал абсолютно сухой. Действительно, на сегодняшний день канализационные стоки больше не поступают, но вполне возможно, что причина такой относительно стабильной ситуации в понижении температуры, а это значит, что все зависит от капризов природы. Наступит потепление, соответственно, будет опять переполнена вот эта вот ливневая канализация, как таковая вот эта вот, все коллектора будут переполнены, а опять будет затопление подвала, потому что никаких работ не выполнено. В данной ситуации также не ского требовать устранения последствий, ну, например, грибка внутри нежилых помещений. Но есть кое-что пострашнее. На стенах подъезда после затопления подвала стали появляться трещины, а в самом подвале образовалась целая дыра под фундаментом. Естественно, люди боятся, что дом может просто рухнуть. Очень страшно уже снятся сны такие, уже практически, что мы умираем все. Дом обрушивается. Дом рушится. Снятся ежедневно такие сны. В управляющей компании заявили, что о трещинах впервые слышат, хотя жильцы обращались уже во всевозможные инстанции, даже к губернатору. Я до Нового года писала письмо нашему губернатору, Любилу Николаю Викторовичу. На Новый год, естественно, никто не дал ответ. Все понятно, праздники, все отдыхают. После Нового года пришел ответ. Но ответ был такой, в котором были указаны все снипы, гирьеры, гениры, по которым надо работать, по которым должны все это устраниться. Ни одного ответственного лица, ни одна управляющая компания в этом ответе не была названа. Кто несет ответственность, кто должен сделать, в какие сроки, в этом письме ничего указано не было. В общем, все это напоминает фильм рязанского режиссера Юрия Быкова «Дурак». Стена несущая. Ну так тебе видней. Герой фильма пытается предупредить властей города и жильцов, что здание не простоит и суток, однако никто не хочет его услышать. Опасна ли та трещина, которая разрастается в доме на Островского, может сказать только специалист. И важно сделать это как можно скорее. Мы, в свою очередь, направили официальные запросы в различные инстанции. Будем надеяться, что после этого компетентные службы возьмут данную ситуацию под контроль и, наконец, найдут и устранят причину подтопления подвала. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцы смогут посмотреть на копии картин одного из самых загадочных художников мира. В Музей истории младежного движения привезли репродукции работ Ван Гога. Все они выполнены в технике жекле. Это особый вид печати на холсте. Выставка копий «Холст Ван Гога» была создана в Ставрополе и уже год путешествует по городам России. С конца декабря она гостит в Рязани в Музее истории молодежного движения. Здесь посетители могут увидеть, как менялся стиль художника. Вначале это была классическая голландская живопись в темных и землистых тонах. А когда Ван Гог переехал во Францию, его картины наполнились солнцем, светом и золотом пшеничных полей. Очень любопытные работы, которые показывают нам крестьян во время работ или во время знаменитой едоки картофеля, во время вечерней трапезы. То тоже, пусть эти работы уже, наверное, можно определить как жанровые, но они тоже совсем по-другому заставляют нас подумать о таком художнике, как Ван Гог. Винсент Ван Гог – один из самых популярных мировых художников. Интерес к его творчеству с годами только растет. За 10 с небольшим лет он создал более 2000 произведений. Собрать все самые знаменитые полотна в одну выставку не представляется возможным. Но главные произведения Ван Гога на экспозиции представлены. Это и знаменитый автопортрет, и подсолнухи, и не менее известные синие ирисы, среди которых только один белый. Есть такая точка зрения, ну вот один такой вот белый ирис затесался среди вот своих другого цвета собратьев. Но есть и другие трактовки, что вот Ван Гог вот свою такую какую-то инокость, особость он ощущал, понимал. Вот это некое отчуждение от окружения. Большинство критиков не замечало Ван Гога. До его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка. Сегодня работы художника являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире. Шедевры находятся в музеях и частных коллекциях разных стран. Даже репродукции, вывешенные в музейных залах, уже сама какая-то атмосфера несколько другая, чем просто полистать в интернете. Более того, репродукции действительно они высокого качества. И если даже чуть от работы отойти, то условно говоря, можно видеть мазок художника. Несмотря на то, что не подлинники, посетители подолгу любуются знаменитыми портретами и пейзажами. Ведь это не просто картины мастера, а его жизнь в деталях и настроениях. Я как неискушенный зритель, если бы я не знала, что это репродукция, я бы даже и не поняла, честно говоря. И еще что понравилось очень, что под каждой картиной, буквально, да, вот Елена Васильевна сказала, что подробное описание каждой картины, и это очень интересно. Выставка будет интересна и тем, кто узнал о творчестве Ван Гога из известной песни популярной группы. Самыми яркими цитатами можно сфотографироваться на фоне знаменитых картин. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В России празднуют День заповедников и национальных парков. Впервые его отметили в 1997 году. 11 января выбрали, потому что в этот день более 100 лет назад в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Заповедники и национальные парки сегодня единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть природы и животного мира. Среди особо охраняемых территорий Рязанской области – это 100 тысяч гектаров, Мещерский национальный парк, Окский заповедник, 47 заказников и 57 памятников природы. 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. 11 января – это также самый вежливый день в году. Именно сегодня отмечается Всемирный день слова «Спасибо». Это слово благодарностью можно перевести на все языки. Ввели в такую дату, чтобы напомнить людям о хороших манерах и умении выражать благодарность. Вода – уникальное вещество, обладающее удивительными свойствами. Под микроскопом замороженная вода, которой на протяжении долгого времени перед заморозкой говорили «Спасибо», выглядит именно так. А рядом с этой водой выражался гнев. По мнению психологов, слова несут в себе мощный энергетический посыл. Сказать слово «Спасибо» можно радостно, действительно благодарно или язвительно, очень неприятным тоном. В любом случае, оно обязательно окажет влияние на говорящего и услышавшего это слово. Нейропсихологи проводили исследования, когнитивные психологи очень любят заниматься исследованием того, как слова влияют на говорящего, на воспринимающего. Слова благодарности обычно поднимают настроение, особенно искренне сказанные слова. Слова «Спасибо» поднимают настроение того, кого поблагодарили, и поднимают настроение тому, кто произносил слова. Не только поднимают настроение, но могут поднять даже самооценку. Слово «Спасибо» влияет и на чувство собственного достоинства. Оно дает возможность оценить другого человека за его вклад в вашу жизнь или за подарок. К тому же очень важно для людей услышать ответное обращение, такое как «пожалуйста», «не за что» или «рад помочь». Слово «Спасибо» является именно парной фразой, для которой у всех народов есть свои ответы. Во всех языках мира существует слово «Спасибо», но не везде оно звучит одинаково. Что касается этимологии этого слова, опять же, во всех языках она разная. Ну, в русском это просто «спаси Бог», «спасибо». В английском и немецком можно привести это слово к слову «думать». Допустим, в английском «thank you» и думать «think», в немецком «danke» и думать «denken». Слова похожи. Более интересные случаи в восточных языках, например, в китайском. По-китайски «спасибо» – «сесия». И здесь мы ориентируемся не на звучание слова, а на его написание. Если мы посмотрим на иероглифы, которыми написано слово, один из них напоминает нам кланяющегося человека по форме, то есть это выражение благодарности. Японский язык включает в себя 15 видов слова «спасибо». Получается, что это самая вежливая нация в мире. И, как известно, в этой стране больше всего долгожителей. Связь между тем, что мы говорим, нашим здоровьем, настроением и психологическим состоянием, безусловно, есть. Доктор зашел, подошел к пациенту, нездороваясь, начал делать какие-то процедуры. Уходя, он сказал им, например, приятного аппетита или не сказал. Это тоже влияет. Даже любое сказанное эмоционально приятное слово влияет на человека. Без приятных слов люди становятся более далекими друг от друга, меньше понимают происходящее. А если нам дано регулярно испытывать эмоции, настало время их выражать. Говорите «спасибо» чаще. От добрых слов пользы гораздо больше, чем от обидных и злых фраз. Не случайно во всех языках мира есть слово «спасибо». Оно создано для того, чтобы его использовать. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Роман Вихров, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. КОНЕЦ «Премьер», павильон на парковке.